Проект достройки Чебоксарского гидроузла может не пройти экологическую экспертизу. Об этом сообщил в своем блоге губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. Как отмечают специалисты, такой результат возможен по формальным признакам. Для прохождения государственной экологической экспертизы проекта завершения строительства Чебоксарской ГЭС требуется особый порядок, который может установить правительство России. Отрицательное заключение связано с тем, что проектировщик не может указать источник фенансирования мероприятий, связанных с подъемом уровня Чебоксарского водохранилища до проектной отметки. Невозможно также предоставить правоустанавливающие документы на землю, где планируется подъем водохранилища. Это касается и особо охраняемых природных территорий и захоронений. Без данной информации государственная экологическая экспертиза вправе выдать отрицательное заключение по проекту. Однако, согласно действующему законодательству, определить источник финансирования и получить правоустанавливающие документы можно только после того, как будет принято правительственное решение об отметке Чебоксарского водохранилища. Получается замкнутый круг. Поэтому единственным решением в данной ситуации может стать разрешение со стороны правительства России провести экспертизу в особом порядке. Первое наше обращение, которое было до этого с просьбой согласовать проведение экспертизы в особом порядке по этому проекту, не нашло решение. Поэтому остался только один вариант. Считать, что РУГИДРО свою часть работы выполнила, определить заказчика и дальнейшую работу с проектом поручить ему. Сегодня единственная структура, у которой есть полномочия принимать такого рода решение, это правительство. Либо оно должно поручить РУГИДРО продолжить работу над проектом, но в этом случае должно принять решение о том, что часть требований на дальнейшую к этому проекту не относятся, и поэтому есть возможность получения государственной экспертизы, должно быть поручено провести оценку качества проекта экспертного. С тем, чтобы сказать, что да, решение можно принимать. Если нет, то тогда другой возможности РУГИДРО работать над этим проектом нет. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова